Песня нам строить и жить помогает. Именно таким девизом руководствовались ямщики, которые волею судьбы забросила в далекий сибирский край, где им пришлось осваивать землю и налаживать быт на вечной мерзлоте. О том, сколько трудностей они испытали и стала ли Якутия им и второй родиной, расскажет Серглана Ильина. Русские крестьяне, переселенные из российских губерний, привнесли в Якутию много нового и полезного. Земледелие, огородничество, появились гораздо более теплые в Якутию стужу, русские рубленные избы и, конечно, вместе с бытовыми навыками они принесли и русскую культуру. В каждом селе бывшей имщицкой станции есть свой народный ансамбль, репертуар которого состоит из русских народных песен. В Покровске это имщицкий перезвон. Почти 17-й год, как они образовались, и очень творчество разнообразное, конечно. И особенно в последние годы они продолжают развиваться, несмотря на возраст своего коллектива. Они все оптимисты, очень, значит, жизнелюбы, большие. И, конечно, радуются новым творчеством, успехами покровчан хангаласа. Это очень большое событие в жизни нашего родного района. Руководит ансамблем бойкая, неугомонная Анастасия Ивановна Павлова. Под ее руководством немолодые уже участницы и участники ансамбля выступают на всех мероприятиях города, развивают свою творческую деятельность год от года. Народное искусство живо, оно не стоит на месте, развивается, сохраняет традиции, остается всегда свежим и новым. Песня, она человеку продлевает жизнь, дает здоровье. Чем больше мы поем, особенно в трудные ситуации, очень хорошо помогает песня. Младшая группа ансамбля – воспитанники детского сада Сардана. Дети с увлечением поют русскую народную песню, ямщицкий перезвон готовит себе достойную смену. Сарглана Элина, Федор Тарасов, НБК Саха, Хангаловский Улус.